И ещё просит тебя, Влад, назвать, по твоему мнению, 5 самых грустных аниме, сериалов или полнометражек, самых грустных, которые тебя на слезу пробили, и ты такой, эх, так, ну это скорее, наверное, полнометражки будут, ну, есть сериалы, конечно, которые тоже грустинку вгоняют, Когда плачут цикады, были там моментики Тебе было грустно? Я недавно как раз их посмотрела, в свободное от стримов время, мне очень понравился первый сезон, второй сезон Какие-то моментики были, какие-то моментики были, когда цепляют Из фильмов, наверное, что ещё? Украй свое утро вот прощальными цветами обещания, вот это вот, что-то, фильм полнометражный Из совсем недавних, где, ну, тоже я озвучивал, но я его не смотрел, пока озвучивал, потому что меня не так много там было, хотя я главный герой Белль, красавица и дракон, был в кинотеатрах, я озвучивал дракона Меня пробило, там был один момент, с песней связан, когда она пела, и я сижу в зале, я рыдаю О, ты чё? Нет, как я мог забыть? Клинок, рассекающий демонов, пояс бесконечный Вот, истребитель демонов, пояс бесконечный Я рыдал, я как тварь рыдал, просто я сейчас даже говорю Это было сильно, это было сильно, правда И, ну, мы в кинотеатре все стояли, обнимались, тоже с исламом, который озвучил плавного героя, просто плакали там на взрыв Что пишет спойлер? А я не сказал, почему, я сказал, просто грустно было Наверное, там все будут живы и здоровы, поэтому ты плачешь Дааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа разматывали прям в тлюне а так обычно я всплакнул бывает я сам такой сентиментальный человек я бывает сплакнул но не так чтобы прямо в слюне меня размотала а на атаке ты плакал постоянно когда какие-то моменты где и сам персонаж плачет во первых тебе нужно плакать во вторых это трогает его все эти штуки получается прямо на работе плакал ну да не отходя от рабочего места это необходимо иначе если ты не будешь проживать эти эмоции пропускать через себя если ты не будешь рыдать если тебе не будет жалко если ты не подключишься к нему то кто тебе поверит это будет фальшиво поэтому ты обязан актер сложная профессия жестокая очень поэтому каждый раз умирает умирая на экране ты должен умирать жизнь и потом иди и не знаю кто как справляется с этим совсем